В Ульяновске отметили Международный день кино. Без фуршета, зато с дипломами и подарками. В этот день в кинолаборатории отметили успехи региональных кинематографистов. Начинающие, уже действующие аниматоры представили тизеры собственных фильмов. Кинокартины – результат обучения в Петербургском институте кино и телевидения. Практика проходила в рамках реализации нацпроекта «Культура». Мы очень рады, что смогли поддержать инициативы Ульяновской области в сфере развития кинематографии. Потому что, конечно, Ульяновская область впереди, России всей. Подготовка велась достаточно серьезная. Все-таки это 320 часов. Весплатные курсы проходили с апреля по декабрь. Слушателями образовательной программы стали 15 кинематографистов со всего региона. Их отобрали по результатам конкурса. Большая часть учебы прошла в дистанционном режиме. Участники подробно изучали основы кинопроизводства, режиссеры, видеомонтажа, сценарного операторского мастерства, записи и обработки звука. Одни на курсах получили дополнительные навыки, другие же начали постигать мастерство практически с нуля. Я сам самоучка, стараюсь изучать все онлайн. Очень приятно было здесь познакомиться с людьми, которые дышат, спят и видят, снимать фильмы. Для себя подчеркнул операторские способности. Мои были на нуле после прохождения данного обучения. Сейчас скилзы мои повысились. Учеба позади, впереди дебют и презентация фильмов на больших экранах. Большая часть работ выйдет в свет в следующем году. Все выпускники курса прошли итоговую аттестацию и получили дипломы государственного образца. С дипломом из кинолаборатории ушли и победители областных конкурсов любительских фильмов. В этом году многие работы должны были быть посвящены Великой Отечественной войне, ее участникам и подвигам. Очень важна была для региона тема, связанная со 150-летием Владимира Ильича Ленина. Это наш земляк. Мы не говорим о нем в полголоса, несмотря на, может быть, какие-то политические взгляды вокруг этого имени. Лучшим любительским фильмом в киноконкурсе «Ленин в объективе» стала картина Владислава Витковского. Это его вторая победа в подобном конкурсе. Съемка производилась и на телефонную камеру, и на камеру профессиональную. И принимало участие достаточно большое количество народу, потому что были использованы и архивные съемки. Молодежный клуб «Лайм» из Майнского района полностью сняли фильм на мобильный телефон и стали победителями конкурса «Смартфильм». Наши ролики посвящены всегда теме добра, уважения, теме Великой Отечественной войны. Первый наш был фильм посвящен как раз таки, который победил «Напиши мне письмо бумажное», в котором рассказывается о том, как современная молодежь углубилась в это социальное пространство, вот эти гаджеты. А лучшим кинотеатром в этом году признан кинозал Старокулаткинского района. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.